Советовали здесь, в библиотеке, взять Геллеровского Владимира Алексеевича, почитать, познакомиться. Ну и начал я, в общем, несколько книг прочёл, его там у меня, вот. И последнее, значит, «Трущобные люди». Вот вы знаете, настолько меня поразило творчество этого писателя. И вот это, в частности, произведение «Трущобные люди». В 1887 году оно было им сдано в печать, оно вышло уже в печати, но цензура зарубила это произведение, и его оно не было. Уже было потом, после, напечатано. Но если бы было в то время напечатано, возможно, и история нашего государства пошла бы по другому пути. Вот, хотя в истории я не знаю таких слов. Так вот, что о нём я хочу сказать, о этом произведении? Здесь, прежде всего, каким образом люди становились нищими? Каким образом уходили? Вот нормальные люди, ну вот, в частности, его произведение, значит, «Один из многих». Один из многих, значит, человек, крестьяне. В 1861 году произошло раскрепощение крестьян. Вот. Ну, они остались без земли, без ничего, и то есть их пустили на выживание. Вот. Человек, который работал, который всю жизнь трудился, у которого была семья, дети были. Но год был не урожайный, вот, неблагоприятный год был. Вот. И он вынужден был уйти из семьи, оставить дома жену, детей, а сам подался в Москву для того, чтобы заработать денег, для того, чтобы как-то прокормить семью. Ну и что? Тут же он пришел, приехал в Москву, вот, туда-сюда работы найти не может, потому что многие пришли в Москву, работы не так просто найти. Где ваша рекомендация, чтобы устроиться на работу, рекомендации нет. Вот. Жить не на что. Вот. С этого, где он жил, снимал в гостинице этот номер, вот, его оттуда уже начали выгонять, потому что оплачивать нечем. Он, вот, снял, ему посоветовали продать свой полушубок. Вот. Он снял полушубок, посмотрел, да, это, говорит, вот из той овцы, вот, это вот рукав из той овцы, это оттуда. Вот. И пошел. Пошел, чтобы продать, для того, чтобы как-то здесь прожить все-таки, может быть, найдет работу. Вот. Пошел на рынок, тут же его обступили бариги, тут же увидели самый полушубок, начали торговаться. Он хотел 10 рублей, они ему купили, у него, значит, за 6, ну, купили каким образом. Взял один, посмотрел, да, да, хороший, передал другому, сейчас я тебе деньги дам. Туда-сюда полез за деньгами, тут обращается к другому человеку. И тут этот полушубок ушел, ушел налево. Это, говорит, а деньги, какие деньги, я не видел. Ну, вот, вот этот же вот пошел. Ну, так у него иди, бери деньги, а где тот человек? Кинулся, уже никого нет, остался без ничего. Вот. Попал, перешел, стал нищим. То есть нормальный человек. Вот. Или произведение Колоссов. Это человек, который был сам по себе умный, грамотный, вот, работал чиновником, вот, в Воронеже. Но получилось так, что фирма разорилась. Это так вот, как у нас сейчас разоряются. Вот. Фирма разорилась, и он вынужден был приехать в Москву. Но за 5 лет он не получил за свою работу, за 5 лет. Вот. Денег у него не было ни копейки. То, что были у него там вещи, кое-что продал в свое, чтобы доехать до Москвы. Вот. Ну, и на первое время-то она у нас оставалась. Вот. Приехал в Москву. Тут же окружили его зазывалы. Пойдемте, пойдемте в гостиницу. Вот у нас гостиница рядом. Вот, пожалуйста, 50 копеек за номер. Вот. Вот он пришел туда. Вот. Не зная, а в Москве у него никого не было. Пришел в эту гостиницу. Ему говорят, по 50 копеек нет, по рублю. Вот. Дорого для него. Одеваться некуда. Ну, ладно. Побыл здесь. Тут же его работник гостиницы, значит, посмотрел на свои часы. Вот. Поднес куху. Говорит, ой, остановились. Сколько времени у вас? Ну, тот посмотрел на свои часы. У него были золотые дешевые часы. Вот. Ну, он назвал время. Вот. Тот говорит, хорошо, что вы хотите, чаю? Сейчас это самое будет. Вы зачем приехали? Да вот, приехал, чтобы устроиться на работу, потому что, ну, остался без этого. Рассказал. А, хорошо, хорошо. Вот. Вот вам, пожалуйста, чаю принес. Вот. Принес чай ему. Вот. Ну, этот побыл немножко в гостинице. Пошел. Это по городу походил. Для того, чтобы на следующий день сориентироваться, куда идти, чтобы устраиваться на работу. Вот. Пришел сюда, а этот уже подговорил работник гостиницы девушку. Вот. Ну, и ему советует. Хотите, говорит, вот есть хорошая девушка, можно поговорить. Все, вот, попьете пиво, чай, вот, посидите. Вот. Интересно. Она тоже вот приехала, тоже здесь вот живет, тоже это и все. Ну, он согласился. Ну, почему не поговорить с человеком? Туда-сюда, пока не выпили это пиво, и все. Он проснулся уже на следующий день, в 12 часов дня, и то его разбудил этот работник в гостинице. Вот. Ну, что делали? В пиво добавляли сигар, что там оно, как там оно добавляется, делается, в общем, снотворное. Вот. То есть выпил, он ничего не помнит, он ничего не знает, кинулся, ни часов, ни денег, что у него оставались, нет, ни хороших там вещей, что там, чего там. В общем, все это ушло. А этот с девушкой договаривался, вот, значит, как, 25% хозяину от того, что ты возьмешь, 25% мне, 25% тебе, ну, и 25% за работу мне. То, что я тебе нашел человека. Вот. Ну, и все. То есть, получается, хозяину коррупция. Коррупция на сегодняшний день. Хороший человек. Дальше. Ну, здесь, когда он начал, поднял вопрос, ну, меня обокрали, мне это, вот этот ему говорит, вы не надо, не надо. Девушка была, не надо, вы здесь уходите, водите сюда девушек, вот, а я отвечать буду, не, 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 не надо, работники не будут. И вообще, уходите отсюда. Уходите, чтобы не позорьте нашу гостиницу, вот, уходите, вы нам здесь не нужны. Вот, ну, в общем, выпроводили его. Ну, что тут же подошел к нему другой, вот, утешитель, вот. Ну, начал, как, что, чего, да, это бывает. Да ты знаешь, ты не волнуйся, у меня есть знакомые, все это, все вермется. Вот, ну, надо денег, 3 рубля, а то у меня ни копейки нет. Ну, вот, у тебя есть чемодан, его можно сейчас заложить, а потом ты его выкупишь. Заложили этот чемодан, ну, вот, опять-таки, пошел, ну, пока, он же этого угостил, ну, вот, все там, поели, все, полтора рубля ушли. В один, там, кабак зашли, он говорит, а вот эти ребята, вот как раз мои знакомые, сейчас я подойду, им они помогут. Вот, ну, подошел, подошел, что он там им сказал, они посмотрели на этого, вот. Подошли к нему, говорят, да, мы поможем, но нужны деньги, вот. Говорит, да у меня всего-то полтора рубля, нет, нам надо 10. Ну, вот, у тебя пальто хорошее, давай заложим, вот, и, самое, а завтра все это тебе вернется, вот. Ну, пошли, чтобы пальто это заложить, вот, ну, один говорит, а вот здесь, пойдемте, вот, сейчас у этого мы заложим. Зашли во двор там, поднялись по лестнице, вот, он этот постучал, да, пальто ему говорит, дай мне пальто, вот, я зайду, сейчас сразу отдам, да, может быть, и больше возьму денег, вот. Вот, постучал в дверь, все, ну, это туда-сюда, темно, ночь, вот, не видно, и вдруг того неслышно стало. Он его начал звать, зажег спичку, и вдруг тут вышел хозяин, в дверь, к которому он стучал. Ну, извините, пожалуйста, просто, если мы будем пересказывать, остальные читатели у нас не выскажут. Ну, я двух, два слова еще. Извините, как называется произведение? Произведение называется «Друщевная иллюзия». Друщевные люди, вот все, пожалуйста, забудьте. Там много своих вещей. Да, не будем пересказывать, там нет смысла. Мы, читателей, пригласим на встречу с этой книгой. Вам большое спасибо, потому что у нас ждут, у нас же у всех такое открытие произведение. Я два слова только скажу еще. Да, хорошо, хорошо. Значит, понимаете, и вот это все, то, что вот там читал, ведь это сегодняшняя современная жизнь. Посмотрите, сколько у нас наших хороших людей остается без квартир. Бомжей. Откуда? Оказывается, человек ничего не подписывал, ничего, а его документы вот, и его подпись там стоит. Откуда она? То есть надо быть более внимательным, более серьезным. Вот, и относиться к этому как-то, вот. Вы же все подбирались. Книга может научить быть аккуратными. Вам большое спасибо.